Я Абдулсалам из Бирбингема, Великобритания. Разрешено ли в Исламе отмечать Дни Рождения? И аналогичный вопрос задает Аиша из Чикаго, США. Ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Если праздновать День Рождения не разрешено в Исламе из-за совершения неисламской активности, тогда можем ли мы позвать наших друзей на День Рождения и проводить исламские лекции и исламские виды деятельности? И похожий вопрос. Меня зовут Абдул-Маиз, и я из Кашмира, незаконно оккупированного Индией. Мой вопрос к вам. Можно ли поздравлять с Днем Рождения кого-то? Разрешено ли это в Исламе? Все эти три вопроса связаны с Днем Рождения. Первый вопрос. Разрешено ли отмечать Дни Рождения? Второй. Если активность в Дне Рождения является неисламской, можно ли устроить праздник по случаю Дня Рождения с исламской активностью? И третий. Можем ли мы поздравлять с Днем Рождения других? Что касается празднования Дней Рождения, наш любимый пророк, да богословит его Аллах и приветствует, сказал, что в исламе есть только два праздника, два ежегодных фестиваля, два аида, Аиду-ль-Фитр и Аиду-ль-Адха. Первый — после окончания Рамадана. А второй — Аиду-ль-Адха, праздник жертвоприношения. У нас есть только два ежегодных праздника, в которых разрешено праздновать. И также пророк упомянул, что еженедельный праздник — это Йом-ль-Джума, пятница. Поэтому у нас есть один еженедельный и два ежегодных праздника. Так что любые праздники, которые отмечаются ежегодно, каждый год, за исключением этих двух праздников, Аиду-ль-Фитр и Аиду-ль-Адха, идут против религии ислам. День рождения — это больше западная культура, и люди празднуют его. Это не исламская культура, а против учения ислама. Поэтому оно недопустимо. Любое празднование, которое делается на ежегодной основе, — будь то годовщина свадьбы, будь то День Святого Валентина, будь то День Матери или День Учителя, все эти типы дней или ежегодных празднований, кроме двух эйдов, кроме двух праздников, не разрушены в исламе. Если у вас нормальное собрание или вечеринка для поздравления, нет проблем. Если у вас свадьба, и вы проводите свадебную вечеринку или праздник, в этом нет проблем. До тех пор, пока на этом празднике не сделано ничего харамного. Это разрешено. Праздновать хорошие вещи, как заключение брака или выпускной, один раз нет проблем. Но делать это ежегодной традицией... К примеру, вы говорите, что у нас годовщина свадьбы. Это недопустимо в исламе. Это основное правило. Есть и другие причины, по которым они не разрешены. Многое из того, что делается в днях рождения, это против учения ислама. К примеру, если вы вернётесь к истории торта, как он появился на днях рождения, вы узнаете, что это со времён греков. В то время, в старые времена, они делали торты, которые были медовыми, с круглой формой, похожей на Луну. Это для поклонения лунному богу. Это был круглый медовой торт, похожий на Луну. И они ставили свечи на них. Так что это было почтение богу Луны. И также, если вы прочитаете истории, вы узнаете, что в Германии в 15 веке также их использовали для выпечки тортов. Это стало обычаем. И также это есть в римской истории и так далее. Сегодня у нас ставят свечи в зависимости от того, сколько вам лет. Если тебе 10 лет, ставят 10 свечей. Если тебе 20, ставят 20 свечей. Или иногда они ставят одну дополнительную свечу, чтобы сказать, что ты собираешься прожить ещё один год. И в этой теме есть много культур, много идеологий и много суеверий. Затем люди поздравляют, а затем задывают свечи. Вы знаете, хотя люди говорят о гигиене, обычно, когда ты задуваешь свечу и дуешь на торт, согласно исследованиям, когда вы дуете на торт, в торте появляется в 14 раз больше микробов до того, как вы задуете. Так что представьте, мы говорим о гигиене, но мы задуваем свечи, тем самым выбрасывая микробов, и они попадают на торт. И мы раздаём этот торт всем. И в то же время мы говорим о гигиене и говорим о науке. Но всё это негигиенично. Есть различные другие мероприятия, связанные с днём рождения, которые могут быть запретными. Например, в большинстве сегодняшних празднованиях в днях рождения включают музыку, которая является харамом. И также танцуют перед всеми, что является харамом. И также есть непристойность, и это харам. Так что есть много активностей, которые противоречат учению Корана и Сунны. Но главное, самопразднование не дозволено. И вторая причина. Активность может быть харамом. И второй вопрос был, что если у вас праздник дня рождения без запретной активности, и мы проводим вечеринку дня рождения и читаем исламские лекции, допустимо ли это? Читать исламские лекции – это хорошо. И ты можешь делать это в любое время года, в любой день в году. Но специально собираться в этот день рождения, потому что я родился в этот день 19 сентября, и проводить исламскую лекцию – это недопустимо. Проводить исламскую лекцию разрешено в любой день. Но проводить каждый год только в тот конкретный день – это недопустимо. И кроме того, праздновать дни рождения духовных лидеров, посланников, пророков, таких как Иисус, мир ему – это может привести к ширку. Празднование дней рождения знаменитостей или известных личностей – это приводит к поклонению героев. И все это против учения ислама. Относительно последнего вопроса – допустимо ли поздравлять кого-либо с днем рождения? Когда само празднование дня рождения недопустимо, что уж говорить о поздравлении кого-то с днем рождения? Обычно, когда человек рождается в определенный день, жизнь каждого человека уже предопределена Всевышним Аллахом, Субханаху и Тааля. И факт в том, что когда наступает день рождения, это означает, что он будет жить на один год меньше. Так что это повод для празднования? Или повод для того, чтобы задуматься? Так что это нелогично поздравлять кого-либо с днем рождения, потому что ему исполнилось 20 лет или 30 лет. И на самом деле он приближается к своей могиле. И независимо от того, подходите ли вы ближе к своей могиле или нет, празднование дня рождения как такового не разрешено в исламе. Даже если оно включает в себя исламскую деятельность, празднование как таковое не разрешено. И как я уже упоминал раньше, большинство дней рождения сегодня связаны с ширком и связаны с неисламской деятельностью, с музыкой и танцами. Поэтому мой совет мусульманским братьям и сестрам и мусульманским детям, что мы должны держаться подальше от таких культур, которые против ислама, которые против учений Корана и Сунны. И мы не должны отмечать эти ежегодные мероприятия, которые не являются частью исламской культуры и исламских учений. Надеюсь, я ответил на вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!